ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анка, делаем, делаем! Делайте дело, пожалуйста! Ну, взбила эти белки. Подходит Оксана, пробует у меня соленые белки. А что, по-моему, по-моему, богато соли? А я экстра соль посыпала. Каким образом? Я говорю, Ксюша, я посолила, как ты сказала, щепотку кинула, все. Ангелина обычную соль сыпала, я экстра соль насыпала. Я удивилась, думаю, стоп, ну я туда не доставала, какое пересоленное тесто. Смотрю, у них нифига не получается. Девчата мои родненькие, так вам и крота не надо. Давай я переделаю. Я думаю, слава богу, не отправила меня в клетку. Ставлю вторую в чан этот. Опять все, я говорю, сыпь сама, Ксюша, сыпь сама мне, все. Она, значит, мне берет, сыпет. Все, стою, взбиваю эти белки. Я смотрю, все девочки заняты своими процессами. С меня уже подозрение ушло, потому что уже как бы подозрение пало на Анку, с этими анчоусами. Подозрение пало на Вику Кушнир с этой солью. Думаю, ладно, я такая, раз, поджимок, соль, соль, все хорошо, все прекрасно, соль. Друзья, бомбы должны быть пышные. Как я в белки добивала? Нет, ты правильно делала, не сбивай. Мешать. Что-то у нас в белки и впала. Ужас. Простите, ребят, оно соленое, Вик, можно тебя посадить? Так он мой, капец, же, что же езж соль, пепкину? У какого-то сега опять белки соленые. Опять 12 яиц, коту под хвост, просто. Я солила, не вона солила. Ну, почему-то мне кажется, что у нас Кушнир крот. Я не крот, Аня. Я думаю, да кто ж так чудит? Ксюша, что делать? Третью ставь. И опять белки и желтки, белки и желтки стою. Да соль брать, я сейчас соль поховаю повсюду. Куда мне это высыпать, что мне с этим делать? Что ты орешь? Смотрю, поворачиваю голову, а Дианка уже, вместо того, чтобы белки ввести в массу, она эту массу бахкает в этот кухонный комбайн к белкам. У бабы Тани нифига не взбивается, у девчонок ничего не делается. Можно ничего не делать. Заниматься своим процессом, чуть-чуть не спешить, просто тормозить все. И все, и мы будем в полном провале. Мне как-то немножко даже было жалко команду. Я принялась там помогать Дианке, рассказывать. Смотри. У меня полка. Я не полка. Куда? Туда? Нет, выключай. Сколько времени? Почти час готов, нормально. Еще тесто уходит, еще тесто уходит, еще тесто уходит. Я стал не добивать его, то есть оно не поднималось достаточно, было полужидким, я прям туда муки фигачил. То есть оно вот такое, какая-то непонятная жижа, это все. Потом я понимаю, блин, надо что-то более яркое такое, надо вот как-то поинтереснее, более сыграть на контрасте вкусов. Я думаю, блин, раз у меня много сахара в других коржах, значит, надо сделать в одном много соли, вот чтобы именно баланс вкуса сохранить. Надо что-то думать, другое еще тесто. Ребята подходили и говорили, а вот если я там какую-то фигню такую какую-то сделаю, то есть там сами предложения уже подразумевали дебилизм. Допустим, что-то бисквита и какие-то кружки Наполеона. Да, такое, да, или крошку такую, да, как вариант. Я говорил, да. И все, и человек шел в деку. Санвел, я сейчас слышу, что Никита не будет посудить. Никита, что ты делаешь? Ты дурак? Была предъява со стороны Самвелла, что я крот. Он такой подошел и говорит, что ты делаешь? Я говорю, Самвел, ты дебил? Ну вот реально, ты что не видишь, что я делал? Что за тупой вопрос? Ты стоишь тупо, грубо говоря, причем плечо со мной? Ну ты дурак. Еще раз подойдешь, и мне спросят, что ты делаешь? Я тебе отвечу, блядь, намного жестче. Никита, знаешь, что мне твои вот эти угрозы для малолетних... Я спрашиваю, смотрю, ты вот так рвешь на тебе ски. Я спрашиваю по этому. Что ты мне еще раз тут будешь говорить? У него такая есть хамская. Знаешь, что, Никита, свои 15-летние вот эти угрозы для подростков. Оставь кому-то другому. Я пуганный, перепуганный. 150 раз. Не на это нас... Меня не запугай, что это детский максимализм. Ребята, ребята, погулялись и хватит. Пускайте назад. Ответьте на вопрос, пожалуйста. А где соль? Соль у Санвела. А зачем тебе соль, Санвела? Соль для того, чтобы белки взбить. Соль? Да, немножко. Давайте Санвела туда, пацаны, посадим. Для лучших поваров-аматоров я объясняю, что меренга, белки взбиваются щепоткой соли. Потому что белки плохо взбиваются без соли. Сахара 300 грамм перебьет щепотку соли. Делается меренга. А с каких пор ты стал таким кулинаром? Подожди, дай мне меренгу попробовать. У нас была не команда. У нас был крот на кроти. Крот на кроти. Нам не надо было крота. У нас каждый был крот. А в красной команде были землеройки. Каждая была землеройка. Без того, Бога. Женечка, погулялись, хватит. Да, я буду что-то делать. На сахар. Хорошо. На сахар нормально? Да. Нянка дала соус. Туда я ввела, не помню, какой фруктовый, какой-то с красителем. Класс! Как раз этот я первый пошел в тесто. Мешала, смотришь, хотя бы никто не видел. Вот. И поставила противень. Я и кинула этой Дианке, она рядом со мной стояла, перчинку. Мешаю свое тесто. Вижу в тесте что-то красненькое. Дальше мешаю, больше не могу найти. И Витя, по-моему, говорю, Вита, говорю, у меня тут что-то лежит, я не могу это найти. Вита, да не гони, говорит, нету у тебя там еще. Он думал, нету, так нету. В Ангелине с Дианой не получается цей же бисквитное тесто, потому что они очень долго его взбивали. Во-первых. Во-вторых, Анка им дала краситель, они его выливали долго с ним, тяцкались, смешали и мешали. Мы залали коржи, запкинули их в духовку. Тут получается что-то звонит. Я что-то, честно, открываю духовку, наш перший бисквит червогний. Что это такое? Я не понимаю, я не могу, я не слышу ни слова. Диви. Ну это нормально, это температура. А это на кто-то температура. Ну а кто? Не я же, конечно. Честно, я уже очевидела, что соль, и это уже конец. А тут уже получается бисквиты наши, говорят, какие, честно, нам нужны, которые нам до такой степени потребляли, в виде бисквита зависело, какой у нас будет торт. Что сталося? Я уже не знаю, ну кто-то добавил градусы. Ну, говори его. Чего вы так похнюпались? Все еще можно выбрати. Кто-то не бачит, что это все дело же. Треба быть больше уважной и следовать за всеми процессами. Только так вы визначитесь круто. Сберитесь. Я такая зла, уже начинаю психить, говорю, задовбали, говорю, кто это такое сделал? Кидаю твой нахрен бисквит, говорю, все, говорю, вит, а почему ты не дивишься за бисквитом? Делайте, что, дивись, ты поставила, дивись, пожалуйста, дивись за грамм. Когда Анка стояла за первой поверхностью, она, я никого сюда не подпускаю, елки-монталки, а там же с волосы, крема. Думаю, ну когда же ты идешь, ну когда же тебя заберут, ну когда? И когда она даже за клеткой была, я не успела, потому что Амонсирова, как горный орел, ты понимаешь? Вот так. Так, хорошо сижу, хорошо гляжу, понимаешь? Там ничего нельзя было сделать. Нет, там у нас яиц немає. А что, давайте я добуду. Да, ты их добуду, иди попробуй. Я докажу, три пошла попросила. Ну почему, пойду, типа, за яйцами сбегу, там и за перцем, и за всем, у ребят, может, что-то возьму такое, что девочкам можно подсыпать. Ну все равно, где-то там у них что-то стоит. Хлопцы, отдайте яичик, а? Пошла вот эта швонька, пришла вот эта землеройка Ладенкова до нас, еще хотела яйца выдурить. Мало того, что она была кротом в той команде, что я заметил сразу по ней. Потому что она стояла королева бисквитов, и тут такой шанс показать ей все грани и таланты. Сегодня Вита Ладенкова могла блеснуть и быть просто Примадонной сегодняшнего бисквита. Ей можно было выкатать, вот так вот в бисквит положить, и чтобы она еще выскочила перед Татьяной и начала свои детские дурацкие шутки-прибаутки. Виточка, давай, если не хочешь быть вымазана в крем. Димасик, зараза редкая, берет меня вот так толкает, иди отсюда, пошла отсюда. Мне реально так было обидно. Дима, еще раз поморься. Я тебе по-хорошему сказал, иди отсюда. Еще не пристегай, еще толкни пару раз. Я позву бутылку, как пи***шу по лицу, понял? Ой, напугала. Гав, гав. Ну хватит уже, дайте я щось буду робить. Ой, да ладно, отдыхай. Вже время на исходе, кричу и мы кричу, меня никто не слухает. Ярик, отдыхай, отдыхай красиво. Блин, кто из вас, кто из вас, блин, крот? Смотри по бисквитам, крот, б**ть, они сейчас сгорят. На стуле, Жека, давай ты наступай. Ребята, вы меня вообще слышите кто-то? Дайте мне работать, только увидите, сразу назад посадить. Смотрите, что я говорю. Все, сразу я запороть не смогу. Дайте мне щось робить. Отдыхай. Отдыхаем. А что тебе делать? Портить агар-агар у меня в штанах. Да ну вас нахер, что хотите там и робить. Сидите у вас там цей крот, чей миша, я не знаю, хто він. Сидить, я развернулся, спиной до их, сев до долу на сраку и сижу. Ну что же у нас? Да ничего, сижу полтора часа, я клох, взял агар для того, чтобы сделать фруктовый мусс, поставить сверху на торт. Не может запорнить. А вы наблюдаете за ним или вы даже отвернулись? Я сейчас уже смотрел, просто меня никто не слушает. А вы заметили, что кто-то там что-то портит или нет? Я ничего, мне даже не интересно смотреть в ту сторону. Подождите, ну это же ваша команда, вы будете в черном фартуке. И шо? Ну буду, что я команда так решила? Не я так решил. Я такие стою, кричу, пускайте меня, пускайте, дайте меня, б***ь, порубить. Выходи, выходи. Ну все-таки команда опять начинает кричать, ой, да давайте уже выпускать, нам нужна работа, мало времени осталось. Это все выпустили Ярика, Ярик прям выбежал из той черной клетки и сразу начинает говорить, что ой, давайте любые задания, шо вы это, бла-бла-бла, давай браться за мастику. А шо не надо? Она наоборот идет в топорик, в процесс. Девочки, конечно, переносить сюда, вы задолбали. Так я ничего не делаю, она не может тебе тупо так сказать. Делай, 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 делай. В красной команде происходило, я не знаю, как это можно назвать, чисто не по-человечески, и то гад, я не знаю, то закидывают эти вот бабы, какой-то гарем. Такое творилось, что они кричат, ссорят. Штыканька, ну у нас ни черта не готова, ты мне говоришь, убирай. Да у нас тиста тут, расчехлися. Так класс, пусть она с ними там скандалит. Она, что я делаю свое дело. Диана начинает, ты поганый капитан, ты там не умеешь командувать. Я понимаю в этот момент, что Диану жаба задавила, что не ей выбрали капитан, а тут бац, меня выбрали. У нас все расставлены процессы, мы ни черта не делаем. Ты можешь всем раздать задания. Иди, ты. Куда, давай, быстро, иди. Давай, иди, не мешай. Я не трогаю, я не трогаю, я не трогаю. Отсюда, идиотка. Шлюха. Кошмак. Я в шоке. Правильно сделала. Я тебе вообще в шоке. Правильно сделала. Беканька, почему я в клетке? Чего ты орешь? Чего ты орешь? Давай фишку, я тебя забираю. Я Диану отпихую, отводу, отводу в ту клетку, Ангелина приходит ей выпускает. Я отводу Ангелину, Диана приходит ей выпускает. Беканька, скажи, я в клетку, Ангелина. Говорю, девочки, не надо ставить, пожалуйста, в клетку поличные неприязни. Давайте найдем крота и засунем его туда, чтобы нам не портились продукты. И так я вижу, что Дианка не крот, потому что она там переживает, бегает. И Диана не крот. Я достаю Диану, потом Диана сует туда Дианку. Пошла туда, пошла в клетку. А Диана кричит, может быть, она, типа, крот. Типа, иди в клетку. А я кажу, я не приду, она такая, иди, типа, че ты. Ты шо, фонарела? Да там, сядь и сядь. Диканька, иди в жопу, во-первых. Во-вторых, ты мне не можешь целый день дать задание, а потом ты говоришь, ты х***, капитан, да и все. Иди туда, иди туда. Вот тварь конченая. Я вообще думала, иногда намансировала, что она могла быть кротом. Но, блин, я думаю, она такая тупая, она бы не вывезла эту роль. Диана вывела настолько к Мансирову, что она тупо стояла и вот так на темечку. В клетку, в клетку, в клетку, в клетку, пошла вон, вон, вон. Мансирова просто бросает все и уходит. Что ты, твоя таруна, все? Ай, я х***, я х***. Ксюша, собралась ты, капитан, и вышла, собралась. Я постой, все, не тройте мне. Сейчас вы обе тоже пойдете туда же. Рот закрыла, рот закрыла свой поганый. Вика, у нас еще один суператист в клетку. Закрыла свой рот, бабошина. Ну, вон, идиот. В принципе, я уже успокоилась, думаю, так выйду, сейчас покажу им, что я не такая хреновая, как они кажут, вот честно. Посмотрите, как пацаны работают, мы только, блин, грыземся. Потому что ты кричишь. Да потому что задолбаешь. Ну что ты говоришь? Ангелина, ты сам идущий кричишь, Ангелина. Да потому что выебесили. Ну, Овчки, делай свое дело. Идем уже потихоньку выкладывать. Презентация, я аккуратно бросаю, как попало, четыре коржа, красивенько их складываю в хаотическом порядке. Давай еще ливанем что-нибудь вот такого подниз, потому что там будет сухарь конкретный, там пюре. Давай, 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 давай. Мало того, что бисквиты были резиновые, они еще были сырые. Причем доставал их из духовки, не я. Мне их давали, говорили, ну что? Я говорю, ну потрогай сам. Потрогали, готов? Я говорю, ну конечно. А я просто так вот ставлю руку, а у меня рука тупо не отлипает от этого бисквита. Ну тупо сырой. Это не сырой, а жикита? Ну посмотри. Он даже, я бы сказал, был пересушенный. Сейчас он нормально. Посмотри, он не липкий нормально. То есть, ну ребята мне помогали сегодня как могли, реально. Вообще работали на мой белый фартук. Никита, можно тебе помогу чуть-чуть? Можно нечем мне помогать, в принципе? Пожалуйста, давай мазать буду. Я такой рад, что я не дал презентацию тебе, ты бы нормальный мужик. Как раз в жизни мне что-то решил делать, как раз я думаю. Говорил, что спасибо, что типа блин, ты мне так взял с собой на презентацию, я думаю, блин, взял в виде. Ты подошел, спросил, что делать, я говорю, ну на, держи, делай. Давай цедры туда, чи что там, чи в лифт-соусе, цедры мне там не хватает. Тебе не кажется, что по-потому, что Таня много сегодня исполняет? А ты мне зрели, потому что ты дуже батоволкаешь. Да я с тобой пытаюсь нормально поговорить, ты же тупая. Вы связнялись, не перед тем, послала меня. Хрен, знаешь, что сказала, спил, хочешь нормально. Начинают с***ться бабы. Они начинают кудахкать. И кто предводитель этой куриной стаи? Та-дам! Конечно же, Диана Бабошина. Да потому что ты тупорила это утро. Ты не обувь, а ты не обувь, а ты не обувь, а ты не обувь. Нож, нож поставь на место, твой первый. Ты не видишь, что люди вокруг говорят, и что люди вокруг делают. Ты себе твердишь одно и то же, дура ты тупая. Стань на себе миссию, ну блин! Давайте, пойдемте в клетку. А я не пойду. А я говорю, что надо идти. А ты говоришь, что у меня капит. А что ты меня трогаешь? Не трогай меня. Они не слушают. Баб Таня уперлась. Я не пойду. С*** ли ты не пойдешь, прости, пожалуйста. Иди, тебе надо туда. А на я не пойду. Мансирова до меня. Иди ты. Вот это мы втроем, у нас хоровод. Мы решаем, кто у нас пойдет в клетку. Нет, мы не пойдем. Мы не пойдем. Мы не пойдем. Мы не пойдем. Ты как капитан ноль. Ты нытик. И у нас начинаются вот эти вот ссоры, вот эти вот базары. Диана орет, Диканька орет. Я тупо не пойду. Я не пойду. Идем, пусть сама дура тянет свою команду. Да что сама дура тянет команду? Пусть сама дура тянет команду. Пусть одни не идут, а я должна идти. Пойдем домой в Диканьку. Коровам хвосты крутить. Пойдем. Ангелина вообще жаба такая есть с бантом, короче, такая в зеленом платье. Вот Ангелина у нас была сегодня в этом амплуа. Ангелина была тупо жабой, которая подкрякивала бабошин. Бабошину посадили за клетку. Там ей место в СИЗО там, а в обезьяннике она привыкла сидеть. Ей очень, кстати, идет. Диана осадила в клетке с Ангелиной. Я их посадила двух уже. Думаю, хай садят там две змеи. Как скажут, под полотню. Я, честно, на сегодняшний день пыталась меня на такой степени унызвать. Вот кто тебя из твоей деревни вывез, ты мне скажи. Вот кому ты тут понадобилась? Кто этот человек, кто оплатил тебе маршрутку? Знаешь, я Диканьку, ну терпеть не могу тоже. Но так как с ней обошлась Диана сегодня, это настолько вот мне их жаль. Вот честно, жаль. Я хочу, что они везли. Я не буду, я не везли. Вот они диканьки. Вали свой курятник, блин, давай. Ну вот представьте, я представила на месте Мансырова себя. Господи, ну сколько это больно. Оксана выбежала, я побежала за ней. Оксана плакала, у нее все трясло. Она белая была. Болган закончили все? Вы не забыли случайно, что вы на кухне? Хотела выйти и не вактаться. Хай они там свои мовчие Диана с Ангелиной управлять своей кухней. Хай готовят, хай командуют, хай дают всем работу. Хай Диана собі роботику хоть оберет. Меня не тупают. Так ее хотелось, господи, обнять и сказать Оксану, ладно, бог с ним, хрен с ним, с этими бабами. Я крот и все, вот я крот. Может, ей из-за этого полегчает, ты понимаешь, узнать, что я крошара сегодня. Я не знала, чем помочь. Она не хотела даже меня слушать. Совы обманщиков. Ну, сейчас спокойнее, меньше эмоций. Если хотите подсказывать, больше подделайте. Так нас не слушают, нам не вообще не разговаривают. Больше подделывают. Им надо было, я не знаю, клетку между ними ставить. Вот это Диана с Ангелиной и все остальные на другой стороне, наверное. Вот так бы, может, какой-то еще там смысл был бы. Они бы там нарядили, может быть, и повыше тортик, и посимпатичнее. Сколько у нас по времени, ребята? А сколько времени, Таня, осталось? Час и пять минут осталось. Что вы бодяжите, пацаны? Да что мы бодяжите. Давайте низ будет тупо фруктовый. Ну, такого голимого ряда, думаю, вот этот танк я теперь получился. Там башня сползла, у него малеха сбоку. Ну, думаю, сейчас я подойду уже, доделаю себя, поправлю кое-как. Давайте вот здесь вот выделим слой. Вот так вот, четенько. В общем, тихий ужас происходит с презентацией. Мажется этот крем, как попало. Все вперемешку, там люди, кони. Это гореховый какой-то крем на вкус. Я не знаю, что. Боком? Вот так. Ну, я понимаю, что боком. Сюда закидываем. Все равно кремом еще пройдемся, по этой движухой пройдемся. О, как хорошо. Не отдивлюсь, но где оно хорошо реально? Нехорошо. Ну, даю ему, он облеплюет. Тут какие-то яблоки с грушами он сделал. Наш комендант сегодняшний карамелизировал яблоки. И там было две сковородки, в которых получилось огромное количество жидкости. Мне надо слить лишнюю жидкость, процедить через сито. Нахожу в мойке сито, поднимаю и опа, а в сите есть кофейная гуща. Думаю, ну что может быть реально лучше? Отличной кофейной гущи в презентации. Добавляю эту всю историю, добавляю яблочки в кофейную гущу, перемешиваю. Пацаны говорят, а что это? Это мак. Это мак, наверное. Да, нормально. Який, это мак? Да. Он говорит, это мак, говорит, так вкуснее, говорит, будет, говорит, бабушкин рецепт, 200 раз так делал. Ну, нормально, пацан, я на презентации, мне еще думают, типа. Мак так мак. Давай, Мак, а что добавим? Давай. Хоть бы один попро. Такие все сомнительны. Ей все ходят, рассказывают, что я подозревал, что это ты. Машеньки, там, мог покрасившись. Возьми и попробуй то, что я делаю. Это ж дерьмо дерьмом. Такие все важные, прям. Все все знали с самого начала. Ну, что еще? Два зеленого, черного, шоколадного, в оленевого. Я уже понимаю, что мне уже потупо впадлу заниматься презентацией. Какой-то такой ужас происходит. Ну, это все же мне, ну, только на руку. Никита, я думаю, сейчас сделать такую обводку, такими волнами, как бы присыпка такая бимонная. Да, 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 да. Смотрю, ну, там, ну, капец. Тебе борта потекли, расплылись. Я уже не знаю. Я говорю, давайте убирать, короче. А у нас как раз там крошечка подошла. Я беру, перетираю эту крошечку. Как бы думаю, сейчас бортик замастырю, хоть кое-как его подправлю. Ну, пацаны, оно течет, уже он так пропытался. Налетает толпа, давай заниматься презентацией тоже. Каждая от себя добавляет долю какого-то говнеца. Я думаю, супер, взялся яблочко, стою в стороне, кушаю, просто наблюдаю за этим всем. Жень, в конце посыпай, мы сейчас доделаемся. Женя, вот этот крем. То есть я уже настолько понимал, что его уже ничто не спасет, этот торт. Ну, сверху гарно, да? Да. О, хорош, некий хороший, ты пробуй его. Ой, мне хоть за ты Тетяна похвалит. Где большие печенюшки, печенюшки большие, где? Все, давай, давай. Нет, нет, обмазывай края, края обмазывай белым. Мы же делали презентацию. Там же Диана, Ангелина, что-то спищала, короче, выпустит, не выпустит. Девочки, вот мы выйдем отсюда, давай. Ну, в принципе, нам без них было хорошо, честно говорю. Тоже Тетяна каже, не обращай на них внимания, делай свое дело. Девочки, некрасиво, как пробки от вина. Ну, правда, лучше фруктами. Машенька, а может ты крот за такой торт запарила? А тут в один момент что-то, уже не знаю, а, Вика выпустила Диану и Ангелину, короче. Что-то надо помогать? А вот смотри, сворачивай эти яблочки, вот это, господи, да? А, подожди, вот эти плохие, вот смотри. Все получалось, все получалось именно так, как я хотела. Я хотела убедиться, что все. Мои вот эти столбики стоят. Перчик где-то в бисквитике там присутствует. Соль там тоже есть, да? Отлично, все получилось. Попробую. Вы что, не ешьте это печенье? Печенье из соды или чего? Такая эдота, что просто ты ее, э-э-э, там не то слово, там ее где-то положишь, и там тараканы в пятиэтажном доме все разбегаются. Ну, просто это есть невозможно. Ну, сплошная сода. Сода и разрыхлитель. Вита делала печенье. Гадина эта. Зараза, я не знаю, как больше сказать ее лучше. Диана. Да нахуй выкиньте это все! Убирай печенье, печенье. Не надо, не надо. Печенье нельзя есть. Нет, нет. Его нельзя есть. Да нет, давай! Попробуй его, попробуй его, его нельзя есть. Машник на меня красный, налитый кровью в глаза. Типа она старалась, я порчу, а оно в натуре фиговое, я же не просто так его порчу. Уйди отсюда! Да что это, уйди отсюда! Не трогай! Отойди, я убираю печенье. Не трогай его. Не трогай! Я думала, Бобтаня меня убьет. Иди я, блядь, сейчас тебе, я не знаю, что я тебе убью. Иди отсюда! Когда я пыталась через нее проломиться к торту, чтобы поубирать это все, а остальную часть, она уже брала разгон и, мне кажется, искала скалку глазами, чтобы меня тюкнуть, и я легла. Иди отсюда! Она реально в гневе была, в таком маске. Она меня ни к чему сегодня не подпускала и искренне, походу, думала, что я крот. В клетку, вы крот, Татьяна, вы крот! Так, тишина, тишина, балаган устроили. Что за курятник? Осталась последняя минута. Оставалась там минута, мы как-нибудь накидали эти фрукты. Конечно, получилось не так, как хотелось, потому что у нас, получается, бискветы, мы половину бисквитов выкинули. То сгрев, то не получилось, то белки неправильно сбили. Мы вообще пришли и спасли ваш торт, потому что, да, потому что вы выкладывали, вы даже не пробуете то, что вы готовите. Они стоят, сколько там, блин, четыре дуры, или сколько их стояло, стоят, суют, и они даже не попробовали, что они суют. Знаешь, что в команде крот, и знают, что кто-то специально портит блюдо. А уже хлопцы, в принципе, уже до дела. Я была в шуте, у них стояла, вот такой грамезный ток, в принципе, издали кави на вигляд, и в непогану, но лучше, чем наш, однозначно. Три. Обмазывай края, края обмазывай белым. Два. Тонче, ну не убирай, она красива. Один. Быстрее, быстрее, быстрее. Стоп. Выходят, судьи говорят, вот, вы как бы определились с кротом вообще по ходу пьесы вашей кулинарной, кондитерской такой. Ну, Евгеша, как всегда, потеряху включает, начинает жонглировать персонажами. То ли там Ярик, то ли Никита, то ли все-таки сам Вэл. Кто крот, да? Никита. Ты бахнутий? Ну, блин, я уже не знаю, кто крот. Я сначала думал Ярик, потом Никита, потом думал, что я уже крот. Кого называть? Кого называть? Да назови уже кого-нибудь. Кого? 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 Назови сам Вэл уже. Женя, я жду. Сам Вэл. Получил фашу гранату. Это окончательный ответ ваш? Да. Хорошо, принимается. Хотите услышать правильный ответ? Да. И Никита. Вот я вам говорил всем. Ах ты, кротяра. Я вам говорил, Слобин, я тебя говорю. Да я сам знал, ну как, приблизительно. Ах ты, собачонок, щенок, думаю. Ты же мне на презентацию отправил. Никита еще моими руками управлял, чтобы какие-то заподлянки делать. А я на это все ввелся. Тут надо Оскар давать. Ой, Ярик там бедный, несчастный. Полтора часа в той клетке уже сидел и спал и лежал. И не знал, что делать. А в итоге оказался Никита, который больше всего процессов делал. Ну что ж, а теперь настал черед красной команды. Вита. 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 Честно говоря, она себя спалила. По Витам и повадкам было видно, что у нее что-то нечистое. Она себя вела не как обычно. Только следила за бисквитами. Это бисквиты, ну как бы получались, перегорелые какие-то. Это было на нее не похоже. По ней было видно, я в конце уже была впевнена, что Вита круто. Ваш ответ Вита. Да. И такая была, думаю, я стояла и думала, а вы суди сказали, что это не вона, честно. То хотелось, потому что я не думала, что Вита до такой степени будет подставлять. Ну что ж, Вита. Присоединяйтесь к Никите. Ну, ш***, Латинкова. О, Баб Таня. Я. С тестом на ты. Это ты, с тестом на ты. Во-первых, тут на личности не переходили. Человек, который мешает тебе, суть в жизни такого не сделает. Итак, синие, красное. За нашими спидами сейчас находятся кроты. И насколько хорошо они смогли справиться со своим заданием, мы узнаем после небольшого перерыва. Сегодня, из-за вот этот весь процесс, который произошел, вот эта вот ссора, скандал и ругань, во всем виновата Оксана. Потому что она не умеет организовать команду. Она не знает, что делать. Таммажник выступала сегодня больше, чем капитан, потому что она четко вот подходишь, чем помочь. Она то-то-то-то-то надо сделать. Диканька, не знаю, она бегает, она там занята тем, чтобы склоки какие-то, скандалы, чтобы придумать, как кого обозвать. Там та алкоголичка, та воровка, та еще то-то. А я все-таки гарно за села приехала. Мансирова классная девка, она искренне, настоящая. И долбают вот эти две вот эти вот какие-то придуренные девки, две. Грызут ее, провоцируют ее. И все, и вообще... Ты рот закринишь, или нет? Закринись в руки, закринись. Я кого она на тебя знала? Я знала самому начало нашей жизни, что пищал на потусы. Девки, успокойтесь, правда, хватит, хватит ругаться. Я Равик сумасшедший, я сорвал к черту голос, у меня уже третий день, у меня все, вот весь мой голос, кварта диапазона осталось. Я в шоке, просто я еле в держит, так и молодец, еле в держит. Просто люди себя все недостойно ведут, я подходила к каждой, пыталась успокоить, ну просто некрасиво было даже во время процессов это делать. Что Ангелина любит у нас очень сильно драться и повыкрикивать, что бабошна, два сапога пара, я бы даже сказала про них. Боже, наш лицам у меня тут, пап! Ой, Боже мой, вызывают нас на ковер, естественно, обсуждая все сегодняшние оры, все эти невероятные сцены, глумления и сквернословия. Я просто приголомшений, приголомшений вашою звірячою поведінкою. Знаете, я працював на багатьох кухнях світу, але такого ніколи не бачу. Хоча на кухні трапляється різно. Команда червоних, ви перетворили гру на балаган, а кухню на місце бійки. А вам всього лише треба було приготувати один торт в сім мох за три години. Той тиск, який ви відчували сьогодні, та це одна тисячна тієї напруги, яку ви відчуваєте на професійній кухні. Мені страшно. Мені страшно за вас, за кухню. Але найбільше за людей, яким ви будете готувати. Ви маєте задуматися над своєю поведінкою і зробити висновки. Інакше у вас не буде майбутнього на кухні. Віта, розкажіть, як ви впоралися зі своєю секретною місією? Много усилень не треба було прилагати, тому що дівчинки, дійсно, ну, ноги не зберіли пропорції, багато солі всипали. Ну, попыталась какую-то добавить ізюминку. Я забежала в кладовую, ну, оторвала перец, чили, тому що думаю, під піправами дівчинки сразу поймуть, що я взяла каїнський перчик. Или красний перчик. Ну, і його так порвало, ось так ось склала фартук, туда спрятала всі кусочки. І так потихоньку везде. Ну, так ось. А сода в кінці, ну, вона само собою вирішилася. Там стояла сахарна пудра під стовом. І пакетик сода. І я замісила тесто на соді. Але бісквіт я зробила хороший. Так, я бачу. Бісквіти дуже хороші, пишні і добре просочені солодкими кремами. Хоч за умовами конкурсу ви мали приготувати великий торт. Все таке добре, що команда використала для презентації лише ідеально пропечені коржі, а горілі, солені та перчені залишила. Результат крота у дівчинок, як би, по історі, виявився не особливо і замінним. Що вона туди солила, там перчила, перець, рук кидала в те тісто. Все, короче, дівчата, які збирали торт, все це викидали, короче, і зробили просто маленький вкусний торт. Смотрю на торт соперників, ну, да, презентация у них підкачала, куча белого говнічка, расплылась. Як вони там написали, Танюшка і Татьяна? Я не знаю, кому це гениальна ідея прийшла в голову, але це було мега круто. Причем це явно придумав Некрот. Нікита, наверное, ліковав в цей момент і прийшла, і Литвинова стоїть, считає Танюшу, і здається хрень розтекшуюся. Хочеться б лучше, конечно, по красоте подати, ну, як видите. Знаєте, ребята, мені тож, якщо чесно, б хотілося б намного лучше. Ну, ви ж запросили, як на свадьбі то. Не знаю, для якій свадьбі, хто ж жениться з такими тортами, чесно кажучи, я не встречала ніколи в житті. Ми кроту зарядимо таку на свадьбу. Ми вже заказували, такий заказ. Диває. Ребята, ну, чесно кажучи, це не смішно. Обычно торты такого размера обязательно должны держать форму. Це самая главна їх об'язанність. Бисквит дуже сильно забит. Виглядит це, чесно кажучи, удручающе. Ну, як насмешка выглядит. І потім цей шоколад, який сверху. Ви вже, по-моєму, знаєте, в конце ляпали туда все, що вам в голову взбрело. Це, чесно кажучи, мене обіжає, що тут написано ме ім'я. Танюша чуть не розплакалася від цього, я не знаю. Ну, такого начудить, я не знаю, на якій свадьбі вообще торт предназначался. А Ніколай говорить, я розумію тепер, чому мужики не хочуть жениться, кажуть. Ну, капець, ну, реально, ну, там, ну, так розплило і все, ну, взагалі. Для початку я приберусь це. Тому що, на мій погляд, це образа для дитяны. Взагал шкребок тут Аню вообще. Думаю, господи, наша яхта тонна. Ну, короче, рознесли пух і прах наш торт. А що це за черні цятки? Мак. Или кофе. Боже, тут злобин, я представляю, у него, наверное, там скулы ходили. Я так хотів, вы, отак, вылезти, посмотрість на лиця злобина. Ну, отець, 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 отець. Ітоги намагали гейм-овер. То есть, вы проиграли, Никита хорошо справился. Я смотрю, он радуется. И все, я понимаю, что он красавчик, так обманул тупо. Спасибо. Он понимал, что он такой красавый меня. Я такой прахавный, и он меня тупо обманул. Ваш торт не естцівный. А его презентація образа не только для дитяны, а и для всех кухарев. Знімайте ваши фартухи. Я их сегодня всех переиграл, реально, это факт. Я их переиграл, как в кондитерстве. Но они меня переиграли в лаже, вот реально. Они налажали реально больше, чем я сегодня. Жека Зобин занимался сегодня кремами. Кстати, вкусные получились начинки, мусс. Но у него просто не было времени проверить. Самуэл доверился мне. Витя вообще не обращал на это внимания. Женечка просто плавал, как привидения между рядами. Дело в том, что из-за меня попали не я только в номинацию, а другие. Они старались все выпуски, старались не попадать в те черные фартухи. А теперь из-за меня они попали. И с презентацией вы тоже не упорлися. Это не святковый торт. На вид, это как из-за пирога съедали. Но сталося диво. Я не знаю, как это объяснить. Витя, а у вас будет другой кофе. У Виты в этот момент, когда ей выдали черный фартук, и началась вот эта истерическая улыбка, истерический смех, истерические изречения. Знаете, Витя, с большим удовольствием. Я вижу счастливых глаза девчонок. Все хорошо, конкурс мне понравился. Великолепный. Ладенкова поработала плохо. Ладенкова справилась со своей задачей, ну, процентов на 20, наверное, коротка. Ну, она как бы хотела оправдаться в глазах девчонок. Как бы за такой конкурс, что ее кротом нарядили, да? Ну, как бы надо было как-то себя вести. Не просто там стоять, буксовать там в пол, типа, еще и обидеться на это, что ее по кроту. А как-то оправдаться, чтобы никто ее ничего не нашвыривал по итогу. Ладенкова боится черного фарпуха. Но она, знаешь, она слаба. И она по... ...додому. Вот это я тебе скажу, два человека у нас вообще черных фарпухов боятся, как зараза, как проказа. Это Ладенкова и Ярик. Это просто. Их трясет при виде черного цвета. Казалось бы, Ярику надо красное, да, чтобы его трясло, как быка. Не, нифига, черный. Субтитры сделал DimaTorzok